Урожай меда этого сезона в Уссурийске. Приморские пчеловоды свою продукцию выставили на первой в этом сезоне ярмарке. Уссурийск и в советское время был центр развития сельского хозяйства. Здесь и сельхозяйственная академия, и институт в Темирязевке. То есть в любом случае это движение. Все центральные базы снабжения, все всегда было в Уссурийске. Поэтому и первую ярмарку, которую мы здесь проводим, фестивали все, все начинаем здесь. Тару с чистым липовым на прилавках разбавили емкости с пыльцой, ферментированными десертами, сотами, кремами и скрабами. Николай Руденко всегда привозит килограммовые запечатки. В самой запечатке все микроэлементы, это без человека, без участия человека все делается. Очень полезно. После прошлогодней засухи этот сезон более благоприятный. К ярмарке производители собрали по несколько видов природной сладости. Но основу в приморском пчеловодстве составляет липовый мед. Клен с бархатом, он светет в начале июня. То есть он светет одновременно. То есть следом идет у нас липа. Так как вот таежные, получается, это липа уже идет с кленом и с бархатом. Нам повезло в нашем районе, в село Грибное именно, где у нас стоит пасека, получился урожай хороший. Поэтому бочонок, естественно, сделан из липы. И мед туда липовый. Поэтому вкус приобретает очень хороший. Своя учебная пасека имеется и у Приморской сельскохозяйственной академии. Челосемьи живут на органической ферме. В их содержании исключены любые химические средства защиты. В том числе и для ухода за крылатыми труженицами. Пасека академии готовится к аккредитации, как первая органическая на Дальнем Востоке. И именно такой мед особенно ценится за рубежом. У нас на базе сельскохозяйственной академии также ведется данная деятельность. И продукция выходит на рынок, так сказать, зарубежных наших соседей. Это и Китай. И прорабатывается сейчас направление на Японию. Приморский край считается главным производителем липового меда в России. В этом сезоне пчеловоды рассчитывают снять до 7 тонн готового продукта. 6,5 тысяч человек заняты в этой области в Приморье. В основном это представители личных подсобных хозяйств и самозанятые. Для многих это не бизнес, а семейное дело, которое передают из поколения в поколение. Наталья Зайцева, Николай Ларченко и Игорь Антонов. Телемикс.